Всем привет, меня зовут Светлана, вы на канале Редактура или Жизнь, и сегодня одиннадцатый день нашего с вами книжного адвента. Мы буквально в одном шаге от середины, просто вдумайтесь в это, что-то абсолютно невероятное. И давайте открывать сегодняшнюю книжечку, потому что я хочу о ней даже немного поговорить до того, как начну читать. Итак, это у нас книжка Кристины Т. «Моя темная королева». Это у нас с вами ритейлинг, ритейлинг Рапунцель. И сразу несколько мыслей по этому поводу. Ну, во-первых, я не по ритейлингам, да, то есть я их в принципе сознательно не то чтобы избегаю, но не покупаю. У меня всё, что есть, это лунная тетралогия Марис и Мэйр, которую я купила не от того, что это ритейлинг, а от того, что мне было вот интересно именно эту историю почитать. Поэтому я в принципе ритейлингами не увлекаюсь и не читаю. У меня нету потребности, знаете, вот эти вот знакомые из детства сказки, у меня нету потребности увидеть их в каком-то новом антураже, чтобы историю там, да, развернули с 10 страниц до 510 страниц, чтобы добавились там второстепенные персонажи, проработали мир, вот это всё. Для меня эти сказки выполнили всю свою функцию, когда я их читала в детстве, да, они полностью соответствовали моим как бы детским запросам. И мне гораздо интереснее читать, ну, абсолютно самобытные истории, в которых всё равно есть знакомые нам сказочные тропы, да, не будем лукавить. И все эти злые мачехи, и все эти «отдай мне то, чего дома не знаешь», и много-много-много других сюжетов, да, мы это всё всё равно встречаем в самых разных книгах. От нас они никуда не уходят, и архетипы, и варианты сюжетов, всё это всё равно с нами. Но вот, чтобы конкретно известные из детства какие-то сказки, истории мне переначили, ну, у меня лично такой потребности нет. Тем не менее, Кристина мне в своё время прислала бокс этой книжки, мы его с вами на канале распаковывали. Я её тогда сразу предупредила, что прочесть книгу сразу, как придёт бокс, я не смогу. Но, разумеется, я сняла распаковку, здесь было очень много красивого внутри, у меня вот закладочка, в частности, была очень красивая закладочка, она у меня здесь внутри и лежит. Кстати, не так давно было в Телеграме точно была серия постов от авторов на тему того, что они делают боксы, да, рассылают их блогерам, и там чуть ли не до половины блогеров даже не показывают распаковку. Я это, знаете, читала вот с глазами, размером с блюдца, потому что в смысле не показать. Ну, то есть, я чуть-чуть, но очень слабенько, да, но чуть-чуть я представляю, какой это объём работы, какое это количество затрат денежных в том числе, сделать вот этот бокс. И он делается для того, чтобы его блогер распаковал, да, то есть, если просто, если вы просто хотите, чтобы блогер прочёл книжку, вы просто пришлите блогеру книжку, да. Но когда автор делает бокс, ну, очевидно, что это нужно показать подписчикам, да, там, картинками или видео, неважно. Я читала, знаете, с лицом лица, в смысле вы отправляете половину там боксов дорогущих, отправляете в молоко. То есть, я даже боксы, которые я, за которые я заплатила, я их всё равно показываю на канале, потому что в смысле не показать. Ну, это как бы лирическое было отступление, для меня какая-то полнейшая дичь, вся эта история была. Я не представляю, как это так можно. То есть, тебе прислали бокс, и ты это нигде не показал. А для чего прислали-то вообще, алё? О, чтобы просто ты это заныкал, да, задвинул коробку этого куда-то под стол. Ну, неважно. Важно, что Кристина мне прислала эту книжку в боксе. Это у нас издательство Миф. Очень приятная, тактильно, очень приятная обложка. Такой, я бы сказала, ненавязчивый софт-тач, но здесь много лакированных элементов. Здесь вот эти вот вихри, вот этой фигуры, да, тёмные королевы. Это всё тоже лакированное, но очень-очень приятная на ощупь обложечка. И это у нас ритейлинг Рапунцель. Буквально перед тем, как перейдём к книжке, я хочу сказать, что я буду читать эту книгу, ну, практически не как ритейлинг, а как просто самостоятельную фантазийную историю, потому что в моём детстве истории про Рапунцель не было. Но у меня не было ни одной книжки, где бы эта история была рассказана. То есть, да, потом когда-то, уже не в детском возрасте, там какие-то обрывки, да, диснеевского мультика, вот это всё, какие-то сюжеты. То есть, я знаю, что это вот девушка с невероятно длинными волосами, и она жила заточённая в башне, и там принц скарабкался по её волосам вроде бы. Но у меня обрывочные сведения, да, потому что сказку, вот прям как целостное произведение, я в детстве не читала, вообще никогда не читала. Так что буду читать «Мою тёмную королеву», ну, фактически, фактически, как абсолютно самостоятельное произведение, и отмечать для себя буду разве что моменты, да, там с волосами, да и всё, наверное. Давайте начинать. Очень рада, что книжка, наконец, попадёт хотя бы частично, да, в прочитанное. Я всё ещё продолжаю сидеть на фоне книжечек, надеюсь, вы не скучаете. И я, собственно, прочла пролог. Ну, он не пролог, он называется «Прежде», и он маленький, всё, как я люблю, на две странички. И это не... это, кстати, правильный пролог, в котором не столько рассказывается, что когда-то было, да, сколько в нём говорится о том, что сказка ложь. То есть в нём говорится о том, что вот известная нам версия сказки о Рапунцель, она неправильная, и героиня нам объясняет, что я не виню тех людей, которые придумали вот эту вот красивую сказку, потому что, потому что, потому что. И объясняет, как на самом деле вот эта вот обман, да, обманная версия истории о Рапунцель распространился. Про то, что она бы сама, да, услышав эту чудесную историю, она бы тоже, наверное, поддалась, но вот она знает, как всё было на самом деле. Кто такая она, кстати говоря, я забыла вам рассказать аннотацию. У нас история рассказывается от лица дочери вот этой вот типа ведьмы, которая держала Рапунцель в заточении. То есть получается, это ведьма, хотя мы уже понимаем, что... уже по аннотации мы понимаем, что это не была злая ведьма. Она воспитывала двух девочек, соответственно, одна из них была неродная, это Рапунцель, и вторая была её родная дочь. И вот они росли вместе, ну, а потом что-то пошло не так, и сейчас, очевидно, в первой части называется «Принц и ведьма». Очевидно, мы сейчас и... очевидно, нам сейчас всё объяснят, собственно, как... В каком месте всё пошло не так. Я пошла читать, но вернулась к вам уже на 17-й странице с парой моментов. Ну, во-первых, у нас здесь повествование от первого лица настоящего времени, хорошо сделанное повествование от первого лица настоящего времени. Если бы мне было, да, не лень, если бы мне было когда-нибудь время, можно было бы сесть и проанализировать книги, которые написаны в настоящее время хорошо, прям хорошо так же. Что значит хорошо? Ты читаешь и не замечаешь. И книги, которые написаны не очень, и ты замечаешь это настоящее время. Я подозреваю, что, конечно, секрет здесь в глаголах, в выборе глаголов, и в том, как выстроено повествование, то есть какими глаголами описывается действие героев. Потому что в русском языке, в отличие от английского языка, где есть, допустим, время present, есть просто present, да, simple, а есть continuous, у нас просто есть глаголы, которые мы мозгом понимаем, что это одномоментное действие, типа кивнул. Да, и поэтому я киваю звучит не очень хорошо для русского языка, потому что это получается какой-то продолжитель. Я киваю, да, и вот пока мы читаем всё предложение, получается, там, она кивает. Хотя мы знаем, что кивок занимает долю секунды. Есть глаголы, которые занимают, ну, длительное время, да, там. Я читаю, я готовлю еду. И вот когда используется первый вид глаголов, он лично мне, да, режет глаз, потому что я дольше читаю предложение, чем по факту это заняло у героини или героя, да, это действие. Я дольше читаю. А когда используются более аккуратные глаголы, тогда читается прям хорошо. И вот пока здесь всё читается хорошо. Второй момент. Второй момент. Вот у нас героиня приходит в столицу, в столицу своего государства, где она никогда до этого не была. И мы узнаём, что у неё есть тьма. Очень интересный, с точки зрения магии, здесь выписан момент. У неё есть тьма, которая, видимо, в детском возрасте отделяется для того, чтобы человек мог заниматься светлыми чарами, светлым колдовством. А тьма принимает образ, ну, вот у Грени он принимает образ птички. И эта птичка с ней неразлучна, это её часть. Я не знаю, здесь не написано, у всех ли это птичка, может, у некоторых это животное какое-то. Ну, любопытный момент. И вот она приходит в этот город, в столицу, она заходит в таверну, чтобы перекусить, и жители, там сидят простые жители, и они обращают на неё внимание. И для них вот эта вот тьма, ну, то есть она, получается, девушка-пастырь. Называют ли их пастырями только потому, что у них тьма, я пока не поняла. Но это пастырь, это типа хорошая магия. И они обращают на это внимание и не пугаются её. То есть говорят, что ты можешь развязать... Она прячет свою птичку в мешке, она говорит, что ты можешь развязать мешок. Здесь никого твоя тьма не удивит. Очень любопытно. Тактищик говорит, что никто её не обидит. Ну, мне понравилась эта тема с птичкой. И, я думаю, дальше мы увидим какие-то подробности ещё про это. Я дочитала, собственно, первую главу до 23-й страницы. Здесь произошло несколько любопытных моментов. Вот эти завсегдатые, да, этой таверны, они обращают на неё внимание из-за мешка, из-за этой птички. И они сразу говорят, что, знаешь, мы тебя проводим сразу куда надо. Она даже не успела им сказать, куда она собирается. А там сразу двое такие, ты по городу тут не шляйся, тут вообще не привечают таких, как ты, особо-то. И мы знаем, тебе нужно к развалинам бывшего королевского дворца. Вот мы сейчас туда тебя отведём, ну, типа под конвоем, по факту. И ты там разбирайся, там вроде какой-то слепой чувак. И он тут уже всех достал, весь город исходил. Убеди его как бы оттуда свалить. Вот, ну, и там свои дела реши, какие у тебя есть. И, соответственно, она в город его не приводи, убеди его убраться. Её, кстати, принимают за мальчика. Ну, видимо, по одежде. Хотя она девочка. И она приходит в этот дворец. И, оказывается, во-первых, слепец, оказывается чужеземец, некий алвитанец. Мы не в алвитании определённом. Он слепой. И она его узнаёт. Она его узнаёт и говорит, что это... Нам говорит. Говорит, что это её убийца. Очень интересно. Ничего не понятно. Но любопытно. То есть глава заканчивается таким хорошим крючком. Ну, и, соответственно, я пошла читать дальше. Чё-чё делать-то? Пока очень нравится, как написано. Нравится героиня. Нравится количество деталей, которые нам дают о мире. И вот их дают достаточно, чтобы нам было интересно. При этом не перегружая какими-то вот, не знаю, суперлекциями и ещё чем-то. Персонажей пока тоже немного. И мы просто следуем за героиней. Вот добрались до этого, до развалина этого дворца. Что именно она там ищет, пока непонятно. Я вернулась к вам. Прочитав вторую главу, добралась до 34-й страницы. И я очень хочу похвалить автора за то, как она классно заканчивает главы. То есть она заканчивает главы каким-то всегда для нас сюрпризом или откровением. Ну, по крайней мере, вот уже вторую главу подряд она это делает. И мне нравится как. То есть, с одной стороны, у нас нет какой-то, знаете, люто-бешеной динамики. Я здесь вспоминаю сразу Дэна Брауна с его маленькими главками, которые, знаете, по страничку. В конце каждой главы герой обнаруживает, что-то такое, что-то такое невероятное. У нас всё переворачивается. Ну, а в конце обычно пшик в развязке его детективных романов. Но о нагнетании идёт просто невероятное. Здесь же глава идёт в спокойном, нормальном темпе. У нас остаётся время на рефлексию героини, на диалоги, на вот это всё. И, тем не менее, в конце нас ждёт какой-то сюрприз, который, конечно, вынуждает нас читать дальше. Так вот, у нас что здесь оказалось? Героиня нам немножко в воспоминаниях, да, в таком маленьком флешбеке. Она говорит о том, что когда пришли спасать эту Рапунцель, собственно, те, кто пришли спасать Рапунцель, убили мать героини. Потому что, по легенде, это была ведьма, да, они пришли, убили мать героини. И нашу героиню тоже пытались убить. Вот этот как раз юноша, он ей прямо в живот водил кинжал. И когда уже все уходили, ему сказали там убедить, что она умерла, а он как бы не провернул ещё разочек, да, кинжал, и тем самым он, наша героиня нестекла прям тут кровью и осталась жива. То есть он её, как она пишет, несостоявшийся убийца. И в конце она узнаёт, он говорит, что она ведьма, считаю, он слепой, да, но чувствует магию, и он считает, что она ведьма, но она пастырь. Я так понимаю, что это всё-таки немножко разные направления магии. Вот когда у тебя есть вот эта птичка, да, отделившаяся тьма, то ты пастырь. У ведьмы, наверное, нету такого. И может они творят более тёмную магию, здесь пока это не объяснено. Оказывается, что этот алвитанец, он её ждал, то есть ему кто-то обещал, что придёт ведьма, ему поможет. Он ищет, кто-то ищет. И оказывается, что очень многое в этом разрушенном королевском дворце, много иллюзий, то есть трон королевский, иллюзия, какие-то статуи, иллюзии. И главы мы понимаем, что они говорят о том, как убить Рапунцель. То есть Рапунцель, которая стала королевой в этой самой Алвитании. Она стала королевой в этой Алвитании, то есть её спас алвитанский принц, женился на ней, теперь этот алвитанский принц король, и она королева, и, соответственно, наша героиня хочет её убить, и вот этот слепой тоже хочет её убить, и к концу наша героиня соображает, кто он такой. Он оказывается младшим братом короля, короля Алвитании. То есть она догадывается, и у нас такой, вау, вот это маленький поворот в конце главы, очень классно, автор молодец, хвалю, мне сразу хочется читать дальше, потому что у меня пока не вызывает героиня какого-то отторжения, её мотивы абсолютно понятны. Абсолютно понятно, мы чем дальше, тем больше мы понимаем, что Рапунцель, она вот как бы, по крайней мере, в изложении героини, опять же, да, может у нас будут ещё какие-то другие точки зрения, но в изложении героини она вот всех очаровала, то есть она со своими волосами, она владеет такими чарами, всех очаровывать, промывать мозги, зомбировать, да, по факту. И вот всё эти разрушения в этой столице, это тоже её рук дело, и в Алвитании она там тоже творит всякое, и как бы они считают оба, что она не остановится, и, соответственно, её надо остановить, нашей героине, потому что, потому что её надо остановить, и потому что она убила её мать, и сама она чуть из-за неё не умерла. Ну, а младший брат короля хочет, видимо, спасти своего брата из-под её власти, спасти свою страну из-под её власти, и поэтому он отправился туда, откуда родом Рапунцель, он отправился, чтобы на развалинах королевского дворца найти средство её убить. Да, я не сказала, в самом первой главе тоже был маленький такой флешбек, и Рапунцель – дочка короля и королевы этого государства. Она, король её хотел убить в детстве, отец хотел её убить в детстве, и её, как раз, бать нашей героини её спасла. Ну, хорошо же она ей отплатила, да, за это. Я продолжаю читать. Мне пока очень нравится, очень прикольно. Так, я дочитала до 51-й страницы, до 5-й главы. Я останавливаться пока не хочу, мне нравится. Итак, я прочла две главы, в которой они, ну, собственно, слепой принц, и девушка, которую он считает ведьмой, она ему, конечно, не сказала, что «ах ты, ах ты, хотел меня убить». Да, нет, она, он не знает, кто она такая, он просто считает, что она какая-то ведьма. И они ищут в этом дворце, они ищут, собственно, что-нибудь, да, они не знают. Они просто пришли в этот дворец, где родилась Рапунцель, в надежде что-то найти. Заодно мы, по крайней мере, немножко разбираемся в географии. Карты у нас, к сожалению, здесь нет, но мы узнаем, что эта страна называется Ирмания, и через море есть вот эта Алвитания. И когда Рапунцель стала королевой в этой Алвитании, она захватила и Ирманию тоже, вот, как говорится, корольский дворец порушила, и, судя по всему, там все от этого не радуются. Очень любопытный момент, что Рапунцель здесь, ну, я понимаю, что это явно задумка автора, не произносится имя, то есть они просто называют ее королевой и называют королем ее мужа. То есть даже этот слепой принц, он говорит о своем брате, просто король, а ее называют королевой. То есть, ну, и, с одной стороны, это такая намек, да, ну, такая указание на то, что королева одна, и мы ее собираемся уничтожить, да. Других королев тут нету, других королей тут нету. С другой стороны, это вот такое вот, ну, может быть, нежелание, да, то есть ритейлинг, да, но без вот этого вот упоминания имени. И наша героиня проваливается в какую-то яму, в яме куча костей, причем, там, кости животных, кости детей, вообще какой-то мрак. И среди этих всех, она роется, чтобы найти там что-нибудь, находишь шкатулку. И все, что есть в этой шкатулке, это клочок ткани. Вот на этом клочке ткани, на обгоревшем лоскуте, всего 9 букв. Твое имя. И сразу мне пришлось сесть, знаете, там, процессинка в голове, такая, рапунция, или я пришлось посчитать, такая, ну да. Да, то есть все-таки здесь автор продолжает считать, что имя героини Рапунцеля, королевы, но мы его не произносим. Мы просто говорим королева, и мы просто говорим о том, что в этом имени 9 букв. Ну, собственно, я продолжаю дальше. Пока все очень классно, динамично. Проблема в том, что, да, они вот нашли только клочок ткани, причем, судя по всему, еще и она не собирается, и она отдает этому принцу шкатулку, чтобы он отвял уже от нее. А клочок ткани, видимо, не отдает или не говорит, что на нем написано, ну, то есть не до конца. Я пошла читать дальше. Так, дочитала до следующей главы, 58-я страница, и у меня, ну, первые вопросики появились, не то, чтобы они меня как-то пока раздражали, но, тем не менее, они появились. Дело в том, что наша героиня, конечно, хочет уйти, конечно, принц ее, ну, удерживает из серии. Ты не можешь уйти, ты не можешь меня бросить. Она говорит, это почему? И они общаются, они говорят о том, что шкатулка указывает на, ну, там какие-то символы, да, в этой шкатулке, шкатулка указывает на отверженных. Я так поняла, что отверженные, это какие-то странные существа, владеющие магией, они живут на острове, на обособленном острове, и на него еще, как говорится, надо попасть. Принц ей говорит, что у меня есть способы добыть корабль, и если ты будешь держаться меня, да, то мы с тобой вместе доберемся до этих отверженных. Я, ну, вот до той части, но пара корабля, он говорит только в самом конце, а Герене соглашается раньше с ним идти. И у меня тут небольшой возник вопрос, она очень быстро согласилась, все-таки этот чувак ее почти убил, да, и на мой взгляд, она слишком быстро согласилась с ним идти, потому что он ее убеждает, что ей придется идти в Алветан, ну, да, в Алветан, и... То есть даже если она найдет средства, да, как уничтожить королеву, ей придется идти в Алветан, а Алветан она не знает. И как-то она, ну, такая, ну, да. Ну, с другой стороны, а он слепой, чем он ей там в этом Алветане поможет? Мне показалось, что как-то быстровато. Она согласилась, но тут я вспомнила обложку, да, вы видите, на обложке у нас есть девушка и юноша с завязанными глазами, ну, то есть совершенно очевидно, что им вместе предстоит тусить, и тут я поняла, что ладно, ладно, им суждено пройти этот путь вдвоем, деваться некуда, так что я пошла еще почитаю кусочек, и к вам вернусь, расскажу, на чем я сумела остановиться. Ну что, вы не поверите, но я дочитала аж до 81-й страницы, до 8-й главы, а это, я вам скажу, в нашем марафоне приличная весьма величина, не каждую книгу я за 80 страниц перевалила. Во-первых, отчасти это благодаря тому, что очень легко читается, очень бодренько, очень динамично, как говорится, не сидим долго на месте, и это правильно. С другой стороны, мне просто интересно, пока что реально. И что у нас тут было? Они выходят из этого дворца вместе со слепым, и в итоге он приводит ее к некоему волку. Я сначала подумала, ну нормально он такой слепой, и нашел какую-то спрятанную лачугу, какого-то волка, но потом здесь было очень хорошее объяснение, как принц этого волка нашел. Он слепой и видит, ну видит магию, да, то есть он не видит, но видит какие-то, да, сполохи. А этот волк, я так поняла, что это моряк, с которым, собственно, принц и приплыл сюда, он владеет огненной магией. И здесь многих деталей пока не раскрыто, но, судя по всему, это не очень удобная магия, потому что ты, во-первых, я так понимаю, можешь все поджечь вокруг себя, во-вторых, вокруг тебя ты постоянно перед глазами огонь, ну то есть, в общем, так себе качество, но он постоянно находится как бы в активном магическом состоянии, этот человек, волк. И поэтому принц, ну да, так или иначе, он его выследил, видимо, он был яркой точкой перед его глазами, и он так или иначе до него дошел. Волк этот ничего не говорит, то есть он их принимает целую главу, он ничего не говорит. Потрясающая выдержка у чувака. И в следующей главе, опять же, из маленького флэшбека, здесь флэшбечки, вот такие вот кусочки, мы из маленького флэшбека узнаем, что Рапунцель сама запустила вот этот слух о принцессе, томящейся в башне, то есть она встретила каких-то путников в лесу, пока мать им еще разрешала гулять по лесу, потом перестала разрешать, судя по тому, что Рапунцель обижала младшую девочку, нашу героиню, она была на три года старше, и она там каких-то чудовищ призывала, ну то есть, в общем, это стало опасно, и мать им по итогу запретила выходить в лес, но до того, как она запретила, Рапунцель успела пустить слух о том, что вот есть там с прекрасными волосами принцесса в башне, и злая ведьма ее там держит. Так вот, они решают, что они пойдут на пристань, в гавань, и попытаются нанять корабль, и тут единственный момент, второй момент, когда я тоже хочу сказать, что что-то слишком удобно. Дело в том, что нанимать предстоит героине, потому что у нее есть глаза, она хотя бы не упадет в воду, когда будет идти к этому кораблю. Но только она собирается идти, понятия не имея, то есть она ничего не может особого предложить этим капитанам, как тут появляются те двое, что ее провожали изначально во дворец, из таверны. И такие, сейчас у нас уже все договорено, и не очень понятно, они хотят просто от них избавиться? То есть этот слепой, неудобный, из Элвитана. И вот эта девочка с птичкой тьмой, тоже неудобная. То ли они хотят просто от них избавиться побыстрее, то ли они что-то прозревают в будущем, потому что, судя по всему, какие-то там зачатки магических способностей у многих жителей этого города. То есть это вообще в порядке вещей. магия здесь ни под каким, ни под запретом. Это обычная часть будней. И они такие, сейчас мы вас как бы посадим на корабль. Тут автор, видать, сообразила, что что-то слишком легко. То есть и капитан отказывается их брать. Он говорит, что это вообще баба. Говорит он на делу, на нашу героиню. Бабу я не повезу. Этот слепой. Ну, в общем, короче, не повезу. Ну, уперся, прям уперся, уперся. И тут появляется вдруг этот волк, который вот это тоже как бы владеет огненной магией на корабле. Он такой, типа, со мной возьмешь? И капитан говорит, да. То есть, наверное, этот волк прям какой-то классный очень, ну, знаток, может быть, морей местных, может что-то еще, но он владеет магией. То есть ты не берешь девочку, только потому, что она девочка, девушку. Ты не берешь слепого, потому что... Ну, он не уточняет, почему он не берет слепого принца. Ну, короче, не нравится ему этот слепой принц. Значит, это он не берешь. Значит, принца не потому, что принца, девушку потому, что девушка. К тебе приходит чувак, который... ходячее пламя, да, и ты его берешь на свой деревянный корабль. Ну, вместе с этими. Потому что волк говорит, со мной возьмешь? И капитан говорит, да, возьму. Странный, странный капитан-чувак. И вот на этом месте я решила остановиться. Наверное, я верю, что мне автор объяснит, почему, чем этот волк так ценен для капитана, безусловно. Потому что даже героиня такая. Я с тоской гляжу на корабль, грандиозный, прекрасный трехмачтовик с пока еще опущенными парусами, и начинаю сомневаться, что огневик на борту – хорошая идея. Ну, вот и героиня тоже сомневается, и мы тоже сомневаемся. На этом месте я решила пока перестать. Но, если не считать вот этого вот, скажем так, пары слишком удобных моментов, пары удобного решения вопросов, ну, точнее, по факту одного, да, ну, потому что героиня согласилась с ним идти, понятно, почему согласилась. Вот этот вот единственный момент в конце седьмой главы, он действительно как-то пока непонятно, почему капитан вдруг так резко применил свое мнение, и уже огонь на борту его не пугает, и уже даже вместе с женщиной можно. Мне пока не очень понятно. С заключением этого одного момента очень хорошо читается, очень бодренько. Я бы сказала, что автор не слишком подробно описывает мир, и, наверное, это хорошо. Не только потому, что это у нас ритейлинг, да, и мы как бы... В сказке-то вообще у нас никаких деталей не было. Здесь у нас уже и два государства, и там король с его братом, и родители этой Рапунцель были когда-то живы, и так далее. То есть не только потому, что у нас когда-то была сказка, и в принципе у нас не было никаких деталей, но и пока что у нас одна цель, да, и у нас уже Рапунцель, которая стала злой королевой, и в принципе какие-то параллельные другие сюжетные ветки, потому что любые подробности, если только это не просто инфодампинг, они всегда приводят к дополнительным рукавам истории, да, к дополнительным каким-то второстепенным сюжетным линиям. Пока они нам даже и не нужны, на мой личный вкус, пока вот у нас герои идут к цели, и дальше они будут... У нас квест. Им нужно уничтожить злую королеву. Посмотрим, мне интересно, будет ли у нас другой взгляд на темную королеву, или у нас просто вот как бы Рапунцель плохая, и мы идем ее уничтожать, тоже в принципе вариант. Во-вторых, понятно, что у вас будут развиваться отношения между этим принцем и девушкой. Мне пока очень нравится. То есть никаких вот этих вот, я залюбовалась его мускулистым торсом, да, и всю себя послюнявила. Ничего этого нет. Плюс у нас, да, все-таки этот принц, он все-таки почти ее убил когда-то. Это тоже, я думаю, влияет. Тем не менее, да, они связаны общей целью, и они нормально ведут себя, ну, как бы ведут себя по отношению друг к другу. Нормально. То есть без излишней, да, то есть без излишнего внезапно проснувшегося любви, и вместе с тем без каких-то вот, знаете, шпыняния просто, чтобы пошпынять, злости просто, чтобы позлиться. Вот этого тоже нет. Это мне тоже очень нравится. То есть герои выглядят адекватными, насколько это возможно. На этом я пока что откладываю. Рада очень, что когда-то согласилась получить от Кристины этот бокс. Я с удовольствием книгу дочитаю, когда до нее доберусь. Еще раз, да, передаю Кристине большое спасибо за то, что она со мной поделилась этой историей. Ну, а мы с вами увидимся завтра на экваторе, практически, да, на 12-м дне нашего книжного адвента.